Русские народные и авторские, старинные и современные. Сказки продолжают радовать детей всего мира. Их начинают читать ребенку еще до его рождения, когда он находится в животе мамы, и продолжают вплоть до средней школы. Популярностью традиционно пользуются произведения Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Астрид Лингрен. При этом выбор правильной сказки ложится на плечи родителей. А родители, что детям предлагают выбирать, то, что они сами знают. То есть поэтому и народные сказки, и то, что сами читали. Ну и вот тоже зарубежная классика, конечно, и Гримм, и Перо, и Андерсон. Это все родителям известно. Их сюжеты не устаревают, а мораль, которая есть в каждой сказке, в ненавязчивой форме учит правилам поведения, общения и занимается нравственным воспитанием. Однако, если вам скажут, что настоящие сказки писали только авторы прошлых столетий, не верьте. Современные писатели ничуть не хуже. Многие из них уже стали живыми классиками. Если брать наших авторов, то вот, например, Сергей Седов, такой современный писатель, которого, ну, может быть, в шутку, может быть, всерьез называют великим сказочником современности. Да, свои же коллеги. У него очень интересные сказки. Например, есть такая книга «Сказки детского мира», где герои, плюшевые звери, вот как раз из магазина огромного московского «Детский мир». «История о животных и людях» сочиняет Сергей Георгиев, автор «Яралаша». А по сказкам писателя для взрослых Марины Московиной уже сняли несколько мультфильмов. Недавно на русский язык начали переводить книги американки Кейт де Камилла. Широкую известность ей принесли приключения мышонка Диспера, экранизированные в 2008 году. Однако сказки сочиняют не только писатели. Так, актриса Вуппин Голберг выпустила целую серию историй об ордене феи Драже. Своё произведение для детей написал учёный-астроном Ефрем Левитан. У него, в общем-то, серия сказок, она уже достаточно давно была издана по астрономии и истории об Альке в сказочном таком королевстве. Книги пользуются популярностью, потому что в лёгкой такой, да, сказочной, доступной форме детям излагаются какие-то уже, ну, может быть, не очень серьёзные, но всё-таки такие сведения, вот, актуальные, точные, научные. Яркое содержание книг просят для них и яркие форматы. Так уже изобрели книгу-театр, где персонажи буквально сходят со страниц произведений. С помощью интерактивных сказок с ручными куклами рассказ истории превращается в совместное творчество детей и взрослых. А для малышей остаются актуальны книги с мягкими страницами, но всех их объединяют красочные иллюстрации. Завораживающие картинки для сказок создавали величайшие художники мира. Виктор Васнецов стал одним из первых русских художников, который раздвинул рамки привычных жанров и оживил мир народной фантазии. Есть тоже замечательные книги издательства «Белый город», но в том числе там сказки тоже есть, да, которые иллюстрируются уже признанными произведениями живописи, да, мировой и русской. Это, ну, замечательно. Хотя люди реагируют на это по-разному. То есть родители не всегда готовы взять такую книгу, потому что им кажется, что это очень сложно для ребенка. Сегодня художники обращаются к разным стилям иллюстрации, поэтому такие необычные авторские сказки помогут ребенку не только развить собственную фантазию, но и с детства воспитать правильный художественный вкус. Ведь чем больше мы знаем и видим, тем ярче и глубже становится наша личность. И тем интереснее и нестандартнее мы видим окружающий мир. А жить в собственной сказке – мечта каждого взрослого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!